Друзья, я приветствую вас на нашем строительном канале с толь прекрасным осенним ранним утром. А ведь что может быть интереснее, чем наслаждаться этим рассветом на своей личной террасе? Я уверен, многие из вас скажут, ну ты знаешь, рассвет можно встретить и прекрасно, и выйдя просто на улицу своего дома. И они будут правы. Но некоторые вещи приятнее и комфортнее делать все-таки здесь, на террасе. Например, радоваться первым лучиком солнца, покуривая любимый турецкий кальян. Да что такое? Развивать свои профессиональные навыки игры в гольф. Не очень удобная игра, шарик приходится искать долго. Не будем с вами забывать американский футбол, друзья. Куда же без него? А также для практики в спортивной стрельбе по тарелкам. Либо по будущим женихам своей дочери. Ну как вы понимаете, все это лирика. Конечно же, большей частью необходимость веранды складывается вот в этом ощущении громады, мощи своего дома, своей жизни и своей территории. Находясь здесь, я получаю какую-то несказанную энергию. Поэтому в моем случае терраса была просто жизненно необходима. Я здесь кайфую. Но как вы понимаете, за любое удовольствие, конечно же, приходится платить. И в моем случае появилась небольшая проблемка. Все в этом мире не вечно, и бетон тоже. От постоянной влаги и, видимо, недостаточной трамбовки при заливке терраса начала потихонечку разрушаться. У меня было два варианта. Либо дождаться, пока уже я дойду до пика и взяться за ее ремонт. Либо предупредить проблему. А как говорится, предупрежден, значит вооружен. Поэтому, друзья, в ближайшем выпуске мы с вами эту террасу восстановим. И сделаем ее пригодной для посещений. Пригодной для получения именно того удовольствия, которое было заложено в само назначение этой террасы. Ну а вы мне, надеюсь, поможете комментариями и советами по поводу того, как лучше это сделать. Я верю в вас, друзья. А вы верьте в меня. Что может быть лучше? А мы с вами едем забирать наш материал. И сегодня его пришло просто дофигища. Я сейчас посмотрел накладную. Я что-то не обратил на это внимание. Оказалось, что нам пришло 400 килограммов. Сейчас вы будете наблюдать, как я буду растаскивать по всему автомобилю 400 килограммов груза. Прикольно. К машине подвезете, да? Круто. Можно поставить? Не, наверное, не получится. Не, не, я вот тут вот. Надо разрезать, да. Едем в строительный магазин за необходимыми инструментами. Добрый день. Может, вы подскажете? Мне надо для болгарки алмазную чашку. Пойдет, так, пойдет. Дальше, диски. Алмазная комбинированная и зачистная. В чем их разница? Ну, видите, там немножко по-другому комбинированная. Там вот эта хрень по-другому расположена просто. Мне надо бетон зашлифовать болгаркой, чтобы убрать старый бетон. Молочко убрать бетонное. Я понял, да вот эту берите, нормально будет. Понял, спасибо. Пожалуйста. Так, ну, все необходимое взяли, можно приступать к работе. Пристегнуться, пристегнуться. Могода шепчет, что строить мы с вами будем при таком хорошем морозце. Главное не в дождь, бы. А теперь перемещаемся на стройку. Казалось бы, что терраса – это очень простое техническое сооружение, которое не требует больших вложений и делается очень просто. Но на самом деле, друзья, это очень сложная конструкция, требующая послойного пирога и финансовых затрат. Поэтому при всем счастье и радости обладания террасой вы попадаете на большой объем гидротехнических работ. Производители различных видов гидроизоляции говорят, что нельзя делать обустройство гидроизоляции в ветер, в дождь или в снег. Мы же не ищем легких путей, но мы приехали в самый сложный период времени для этих работ и будем сегодня это все организовывать. Но браться за гидроизоляцию в такую погоду я не буду. Поэтому сейчас я уберу снег, сделаю подготовку. И я думаю, дальше погода нам даст поработать. Размять мышцы с лопатой в руках – первая радость любого самостройщика. Работать на коленниках очень удобно и безопасно. Вот такие снежинки падают с неба у нас на Алтае. При работе с болгаркой советую одеть очки и наушники. Алмазной коронкой снимаем слой бетонного молочка с плиты. Что невозможно снять болгарочкой, можно срубить перфоратором. Для лучшей работы кальматирующих свойств гидроизоляции нам нужно добраться до основного бетона, удалив все инородные включения. То есть рыхлый бетон, молочко и прочие слабо держащиеся слои. Процесс этот не быстрый, но увлекательный. Отвлекательный. Готово. Я вижу, что заливать сегодня, по-моему, не лучшее решение. Сижу на корточках, работаю, пилю себе спокойно пол, подготавливаю работу. И тут у меня с этого угла просто словина схода снега. Подарочек. Именно здесь я хотел работать буквально через минуту. Добавил себе пунктик рассказать вам в будущем об устройстве снегозадержателей на кровле. Все, руки не доходят, тут их поставить. А уже пора бы. Теперь хочу заострить ваше внимание на узловых примыканиях. Производители гидроизоляции советуют делать штробы в местах всех примыканий к обрабатываемой поверхности. Я приложу вам несколько картинок, где вы увидите, насколько разнообразно может быть применение этого материала. По-моему, не существует ни одной гидротехнической проблемы, которую было бы невозможно решить путем использования проникающей гидроизоляции. В случае с моей стройкой, обрабатываемая плита является нулевой отметкой всех сооружений на этаже. Поэтому вштрабливаться в нее я не стану. Сделаю запилы лишь в объектах, находящихся на ней. Следующий этап – это тщательная очистка всех штроб и обрабатываемой поверхности от мусора и народных включений с помощью мойки высокого давления. Если мойки у вас нет, не беда. Я думаю, подойдет простая щетка и пару ведер с проточной водой. Качественная очистка обрабатываемой поверхности является важным пунктом работы по гидроизоляции террасы. Давление поможет поднять все спрятавшиеся от вашего взгляда слабые пласты рыхлого бетона, а также раскрыть мелкие поры от грязи для лучшей адгезии. Друзья, не самый удачный вариант, конечно, но погоды лучше не будет. Это у нас сегодня последний теплый день, поэтому мы должны эту работу сделать. Заделаем сейчас дегидролом номер 5, который у меня остался, вот эти пазы. И сантиметров 15. Это мы промажем специальной грунтовкой, которая будет гидрозащитная. Изначально для грунтования поверхности я использовал бетоноправ с водой консистенцией 1 к 7. Но посмотрев прогноз погоды на ближайшие дни, я понял, что возможно я попаду на заморозки. Поэтому я загрунтовал поверхность чистым концентрированным раствором бетоноправа люкс марки 6. Это даст нам большое преимущество перед заливкой. И в случае пониженной температуры мороз просто не уйдет в плиту. Друзья, используйте все средства защиты, которые необходимы на стройке. Это очень важно. Кстати, интересная находка. Для того, чтобы смыть ненужные остатки грунтовки с поверхности плиты, мы используем простой малярный валик. Он отлично сбрасывает воду. В начале ролика мы с вами проштрабили весь периметр нашей стены дома. Теперь надо это защитить. Хорошо, что у меня остался дегидрол номер 5. Помните это видео, в котором мы с вами гидроизолировали отверстие в фундаменте? По ссылочке вы можете посмотреть. Зашпатлевываем штрабу жидким раствором дегидрол номер 5. Это делать очень несложно, привычным нашим путем. Берем шпатель и наносим раствор на стену. Теперь мы должны каким-то образом увязать саму плиту со стеной. Делается это просто. Мы еще больше разводим дегидрол до жидкого состояния и проходим простой кистью. Именно для этого мы покупали с вами кисть в магазине. Друзья, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете нашему каналу. Спасибо за ваши подписки и лайки. Вы даете мне огромную мотивацию к дальнейшей работе. Спасибо вам. Я буду бесконечно рад, если опыт, который вы приобретете в результате просмотра этого видео, кому-нибудь из вас пригодится. Я же вам не рассказал еще два интересных момента. Во-первых, про тот самый бонус, который ребята из компании Дегидрол мне прислали. А это гидрофобизатор, да не гидрофобизатор. То есть это такой материал, который обалденно защищает кирпичные колонны, но в то же время позволяет на них делать какие-то декоративные дополнительные моменты. То есть, когда делаешь гидрофобизатор полимерный, как я понимаю, в дальнейшем на него прикрепить что-либо очень сложно. В данном случае тот материал, который мне прислали, ребята, он позволяет делать на нем декоративные дальнейшие творения. То есть, если я захочу, например, вон те самые кирпичи обложить каким-то природным камнем, например, из фундамента буду поднимать красивый природный камень и вот сюда немножко подниму, чтобы вот это спрятать, потому что кирпич эти выдалбливать, ну, очень сложно, то гидрофобизатор, он даст адгезию и материал легко приклеится. Это просто не может не радовать. Второй момент. Он работает сейчас, работает в морозную температуру. Мы сейчас смешаем его с водой 1 к 7, 1 к 6 и добавим немножко бетона права, чтобы он ночью у нас не замерз, если будет минусовая температура, а она планируется. И мы защитим сегодня вот эту всю кладку, нижние венцы, которые у меня попадают. А попадают они именно из-за того, что... Вот это надо всю дрянь уже убирать, она не нужна. Из-за того, что вода здесь течет, попадает на кирпич, замерзает все это и отщелкивает вот эти все породки. Ну, я не волнуюсь за это место, потому как здесь будет потом закрыто все. В дальнейшем, как я уже говорил, здесь у нас будет навес для машины, и, возможно, здесь будет находиться собачий вольер, который будет закрывать как раз ворота, чтобы их снегом не заметало. И я еще пока это не решил, но, скорее всего, это будет так. Пока мне нравится такая мысль. Вот здесь будут колонны, и вот видите, вон там фундамент, там будут тоже колонны стоять. И здесь будет просто у нас навес, чтобы машину можно не в гараж загонять, а просто поставить вот сюда. И здесь вообще три машины легко входят. Но мы сегодня не об этом. Я сейчас при вас обработаю этим материалом, кстати, как он называется, сейчас я вам расскажу. Контрацит марка 3. Концентрат пропитки для повышения коррозионной стойкости и борьбы с сыростью. Концентрат смеси ингредиентов. Изготавливается путем разбавления водой, как правило, в соотношении от 1 к 3 до 1 к 10. Берем садового жука. Сейчас мы это смешаем. Просто у нас образовалась такая небольшая пауза. Вы видите, идет снег. Заливать сейчас веранду мы не можем, и поэтому мы дождемся сейчас хорошей погодой. Либо она вечером встанет, либо это будет завтра утром. Ну, для вас это будет в любом случае в этом выпуске. А сейчас мы контрацитом обработаем этим. Контрацитом номер 3. И будет все здорово. Так, если у нас жук 5-литровый, то значит нам надо налить его на 4 литра и добавить в него 0,7 приблизительно этого контрацида. Так мы и поступим. Вот так. Дождевая вода, само то. Да, погодка прям радует. Прям такая крутая октябрьская погодка. Обожаю ее. Скоро будет декабрь. И мы с вами будем на стройку ездить на снегоходе в морозец. Ну, в принципе, как я люблю, короче. Так. Если 2 литра... Хуже не будет. Все, ништяк. Это как раз 0,7. 100%. Закрываем. Идем обрабатывать колонны. Сейчас накачаю. И прям очень хорошенько так их обрабатываем. У нас в основном проблема находится вот именно с этой стороны колонн, потому что здесь попадает солнце. То есть получается суть какая? Колонны у нас намокают, после чего ночью замерзают, таяются, потом опять замерзают. И вот таким образом все циклы этих колонн, конечно же, быстро расходуются. Ну и, видимо, кирпич не совсем хорошего качества у меня вышел. Хотя вроде я брал именитой хорошей фирмы. И вот таким вот несложным, интересным способом мы с вами просто защищаем наши колонны. Вот эти части надо хорошенько проработать. Особенно вот эту колонну, потому что она разрушается из-за большого количества снега в этом месте. Вот именно в этом месте. Там, наверное, дом прикрывает, а здесь надувает очень хорошо. Так, ну что, ну и отлично. Немноженько закончили. Так, ну и второй момент, о котором я вам не сказал, но который является очень важным. После предыдущего видео про гидроизоляцию плиты, многие из вас в комментариях писали, что возможно воспользуется даже таким вариантом. Я, конечно же, передал это в Дегидрол. И та самая скидка, о которой мы говорили, она продолжает действовать на все наши выпуски дальнейшие и на всю нашу стройку в частности. Поэтому вы смело можете обращаться в компанию, говорить, что вы с канала «Строим дом» своими руками, называть наш промокод и получать замечательную скидку в 10%, которая, я думаю, что порадует многих и пригодится вам в строительстве. А я, в свою очередь, пока поливал колонны, понял, что я еще могу этим контрацидом пройти весь периметр нижнего венца дома, вот который идет на консоли, видите, потому что у меня там зимой скапливается снег, а весной начинает таять. И вот этот кирпич выравнивающий, который идет по первому венцу дома, подмокает. Я решил, что этим контрацидом, а его мне хватает и на колонны, и туда, пройду венец, основание колонны на веранде, потому что они тоже подмокают. И вот эти колонны, видите, да, в основании? Мы тоже можем смело пройти этим материалом. Нет, друзья, так не пойдет. Для того, чтобы продолжать, нам нужно вернуть нормальную погоду. Давайте сделаем это привычным моим способом. Попробую еще раз. Да что такое? Да когда же? Нет, 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 нет. Ну давай же. Попробуем еще. Ну вот так просто шикарно. Единственная проблема, что уже садится солнышко. Но нам надо успеть залить нашу плиту, поэтому не теряем ни секунды. Приступаем. Все у меня уже приготовлено. Итак, следующим этапом замешиваем раствор. Кстати, секунду. Хочу напомнить, что дегидрол является быстро затвердевающим материалом, поэтому для лучшей и правильной заливки нашего наливного пола лучше всего сначала вскрыть все пакетики. Вот это все вот сюда. Подготавливаем раствор для нашей заливки плиты. Для этого мы на всякий случай добавим немножко бетоноправа в воду, которую будем использовать для заливки наливного пола. Добавим из расчета консистенции 1 к 7. Это будет прям нормально. Бетоноправ позволяет нам не только не бояться отрицательных температур, но и добавит раствору пластичности, а также позволит использовать меньшее количество воды при заливке. Обязательно грунтуем на второй раз. Необходимо снять все излишки воды. Смеркалось, солнце село, но сегодня безветренная, бездождливая погода, и уже в ближайшее время, говорят, будут заморозки, поэтому мы торопимся. И сейчас мы будем замешивать первый наш замес. Попробуем. С Богом. Заливать пол мы будем привычным путем. В бетономешалку входит 5 10-литровых ведер. В каждом пакетике 5 килограммов. Соответственно, в одну бетономешалку мы будем высыпать 10 пакетов с порошком. Если вы спросите меня сейчас, стоит ли проектировать террасу в вашем строительстве, я отвечу решать вам. Но в моей стройке данный проект я без нее не вижу. Хотя надо сказать, что изначально в проекте серии 106А террасы не было, но я очень рад, что я ее спроектировал. Со мной все в порядке, не волнуйтесь. Казалось бы, что может быть прекраснее, когда ты приходишь с работы, ложишься на замечательный свой любимый диван и отдыхаешь. Отдых самостройщиков заключается в совершенно другом. Это в заливке в 11 часов вечера террасы, потому что завтра еще теплая погода, а послезавтра возможны заморозки. Я уже почти закончил, осталось совсем немного. Настроение огонь. Получается замечательно. И даже, по-моему, пару пакетиков дигидрола у нас останется на баньку. Дигидрол марки 2Н – всесезонный ремонтный защитный материал наливного типа. Его главное достоинство не только в том, что он создает защитный слой для бетона, блокирующий фильтрацию воды внутрь подложки, но и имеет проникающую способность, наделяющую бетон защитными свойствами, которые не дают бетону разрушаться даже при повреждении внешнего слоя. Одно из важных правил – соединяйте ингредиенты правильно. Соотношение должно быть четкое. Вот здесь таблицу вам добавлю, и из нее вы все поймете. Друзья, между тем наступила ночь. Мы закончили эту работу, сделали ее отлично, по моему мнению. Я посмотрел, плита уже начала так потихонечку схватываться. Думаю, что эта штука будет работать отлично. Хочу от всей души поблагодарить вас за то, что вы посмотрели до конца. В следующей серии мы с вами, наверное, продолжим баню. Или, или я хочу вам показать еще обалденную штукенцию, которую я сейчас делаю, она в проекте. Это будет крутейший флюгер на наш дом. Бросил вам небольшой спойлер, но это чтобы было интересней. Так что, если вы вдруг не подписаны на канал, я советую подписаться. И, кстати, сейчас наступил тот самый момент, когда было бы, наверное, правильнее всего поставить лайк или дизлайк, если вам понравилось, либо не понравилось видео. Но хотя, если оно не понравилось, то, наверное, лучше было бы просто перейти на другое мое видео, которое более интересно вам по смыслу. Я очень рад был вас сегодня видеть. Очень рад, что этот день, точнее даже не день, а несколько дней, которые мы ждали хорошей погоды, вы провели со мной, посмотрели этот видос. Если он вам поможет каким-то образом, я буду просто бесконечно счастлив. Наверное, пора уже как-то подытожить. В общем, материал мне понравился. Работа эта была несложная. Единственный момент, какой я сразу скажу, когда вы только начнете работу, попробуйте замешать немножечко материала, чтобы было понимание консистенции и принципа работы. Второй момент, который я тоже в процессе работы уже определил, когда вы высыпаете в бетономешалку, делайте это немножко таким распылительным путем. Не так, как можно цемент в ведро высыпал и все. Раствор может комковаться. И у меня периодически случались такие моменты. Это очень неприятно. Потом их, ну, в общем, с ними работать сложно. Может быть, он, конечно, не для бетономешалки сделал на самом деле. Почему-то выбрал этот вариант. Я боялся, что большой объем я просто быстро не замешаю миксером. Наверное, может быть, стоило миксером это сделать. Но сделал я бетономешалкой. Ну, в принципе, получилось неплохо. Больших комков я не обнаружил, поэтому все растекалось вполне даже хорошо и спокойненько. Про адгезию мы поймем с вами в будущем, потому что сейчас ничего еще не понятно. В целом, неплохо. Но все, я погнал спать, потому что уже устал, уже вечер, уже поздно, уже ночь. Давайте, до скорых встреч. Все, я спать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok